Приветствую вас. Вы, в целом, на мой взгляд, производите впечатление человека, с одной стороны, достаточно одинокого внутреннего, но с другой стороны, человека внешнего довольно общительного. Мне кажется, что вы, в целом, о себе не лучшего мнения, ну раз, пошли знакомиться на таком ресурсе, как твиттер, вот, ну просто потому, что даже если у вас нет возможности знакомиться в реальной жизни, вот, все равно знакомиться даже в интернете лучше все-таки в русле какой-то темы, в русле каких-то увлечений. В русле каких-то интересов, в русле каких-то занятий. Так, создается все-таки более прочная основа, более прочный фундамент для отношений. То есть, вы пошли в тиндер, и то, что вы так вели себя по отношению к девушке, и то, как вы воспринимаете других девушек, ну, наводит меня на мысль о том, что ваша жизнь слишком, наверное, интересна. А сами вы отчаянно нуждаетесь в любви, в тепле, в ласке и в заботе. Мне кажется, что вы в какой-то степени идеализируете и деидеализируете девушек, которым у вас есть определенные чувства. Что я имею здесь в виду? Ну, по факту, по факту, я говорю о том, что, например, в этой девушке Марии, о которой вы говорите, сочетается все то, что вам кажется недостижимой, и сама Мария кажется вам недостижимой, при всем том, что вы ее ревнуете, при всем том, что вы хотели к ней приехать, при всем том, что вы дарили ей подарок, вот, и при всем том, что вы ее ревновали, при всем том, что она у вас вызывала волнение и трепет, мне думается, что вы всегда в глубине души знали, что эта девушка вам недоступна, что она вам недоступна, что она не для вас. И ваш выбор пал на нее не случайно. Ваш выбор, как мне, окажется, пал на нее, потому что вы о себе не самого высокого мнения, и в ней увидели все лучшее, что могло быть у вас. Другое дело, что вы этого, скорее всего, не узнаете, потому что вы не замечаете тех вещей, которые с вами происходят. Ну, например, каким образом появляется у вас ревность, каким образом появляется у вас ощущение, что она ваше, каким образом у человека получается влиять на ваше общее состояние, что вам ничего не хочется, вы не знаете, где вы, что вы, и так далее. Я могу вам ответить, каким образом. В какой-то степени это достаточно просто, но в какой-то степени это достаточно сложно. Сейчас вы, я надеюсь, поймете почему. Дело в том, что подобная реакция возможна только в одном случае, когда вы неинтересны сами себе, когда ваша жизнь вам неинтересна. Тогда получается такая история, что что-то извне, подобное свету, источнику света для мотылька, способна вас к себе привлечь. И человек становится зависимым. Если вы обратили внимание, то Мария отдавялась от вас каждый раз, когда вы к ней приближались. Приближались на определенное расстояние. Я, конечно, не знаю, ну, как вы общались, но мне кажется, что вообще то, что с вами происходит в целом, это нормально. Вообще, да? Это нормально. Но мне кажется, что у вас просто нет ничего другого. Нет ничего другого, что вас так же зажигает. Нет ничего другого, что вас так же увлекает, как, например, Мария. Нет ничего другого, что вызывало бы у вас живой интерес. И когда вы признавались в чувствах Марии, Марии, она ощущала, что является для вас целым миром. И момент в том, что быть целым миром для человека, для другого человека, это сложно. Это очень сложно, это тяжело. И человек, у которого есть другие интересы, человек, у которого есть что-то еще, помимо, он на это никогда не согласится. И я понимаю, вы, как бы, пытаетесь деидеализировать девушку. Вы пытаетесь ее, как бы, обесценить, говоря, что она бесчувственна, и так далее. Но даже если и так, разве человек властен над своими чувствами? Или вы хотели бы, чтобы она обманывала вас, говоря о своих чувствах к вам, хотя на самом деле у нее их к вам не было. Мне кажется, что, как минимум, ее стоило бы поблагодарить за честность. Она всегда к вам была честна. С вами, точнее. Она всегда с вами была честна. И, по сути, она нас не обманывала. Как не обманывали ее и вы. Но, совершенно точно, что единственная разница между вами и ею заключается в том, что у нее, помимо гипотетического партнера в вашем лице или в лице кого-то еще, есть что-то еще интересное в жизни. А у вас нет. И из-за этого вы не на равных с ней. И она это чувствовала. И такая позиция мужчины ей не нравилась. Скорее. Скорее всего. Но давайте предполагаем. Просто предполагаем. Что у вас все получилось. Что вы начали встречаться. Вы к ней приехали, приехали. Начали к ней встречаться, встречаться. Вот. Может быть даже Стали вместе жить, предполагаем. Как быть с тем, что вы склонны к ревности, к чувству собственничества. Как быть с тем, что вы склонны контролировать девочку и так далее. То есть это проблема. И понимаете, то, что произошло, это ведь не конец. Ну, в том смысле, что Мария, она никуда не исчезла. И никуда не исчезли вы. Несмотря на то, что удалили ее, понятно, из чувства обиды и боли, которыми вам, скорее всего, не с кем поделиться. И мне кажется, что моя задача, задача как психотерапевта, в первую очередь, разделить с вами эту боль и помочь вам ее прожить. Но ведь она по-прежнему есть в этом мире. И вы по-прежнему есть в этом мире. Я не хочу давать вам надежду, но если вы начнете меняться, если вы начнете расти, если вы начнете развиваться, если вы будете общаться с ней просто как с приятным, например, для вас человеком, к человеку, который может быть интересен и с которым можно о чем-то поговорить, но при этом не давя на нее своими чувствами и своим признанием. Причем я хочу заметить, что, если я правильно понял, вы оба раза признавались ей в чувствах, будучи не рядом с ней. То есть вы к ней так и не приехали. Что тоже немножечко странно. Ну, если у вас есть чувства и чувства стесильные, ну, вы хотя бы сделайте это, смотря глаза в глаза. Вот. На день рождения, я так понял, вы уже к ней не приехали. То есть как-то здесь, мне кажется, немножечко странно. Так вот, и ваша задача, мне кажется, сейчас увидеть, что любая девочка, которая у вас возникнет с чувства, на данный момент становится для вас всем миром. Это прямой путь к созависимости. И естественная реакция человека, у которого есть еще что-то интересное в его жизни, будет желание вас оттолкнуть, к сожалению. Поэтому, поэтому, вам сперва нужно поработать над проживанием и постепенным опусканием боли, какого-то время. Вам нужно поработать над смазгингом и мегасовая себе далеко не лучшему мнению, о чем косвенно свидетельствует ваша склонность к ревности, контролю и в целом поведению. И вам необходимо развивать свои интересы. Мне думается, что очень по-взрослому будет, если вы напишите Марии примерно такие слова. Привет, я сейчас, сейчас, ну, кажется, в кризисе, мне очень больно, я не знаю, как будет даже складываться моя жизнь, но я занимаюсь сейчас собой, я очень ясно увидел, что оказался в тупике, и сейчас я занимаюсь над тем, чтобы лучше в себе разобраться, в себе понять. Я благодарен тебе за то, что в том числе и благодаря тебе я оказался в этом состоянии, в состоянии, когда я понял, что мне нужно работать над собой. Я буду очень нрав, если ты простишь меня за мое поведение, которое у меня было до, и будешь в моей жизни наблюдать, наблюдать, как я развиваюсь и кем я смогу стать. Вот. Это будет очень по-взрослому, на самом деле, если вы примерно такие слова напишите человеку. И нет, я совершенно не говорю о том, что она облюбится в вас и будет с вами. Нет, просто я говорю о том, что мне кажется, вы совершенно не умеете видеть в девушке человека. А это нормально, потому что вам нужна любовь, вам нужно тепло, вам нужно обогреться. Вы не чувствуете в себе ресурсы. Я понимаю, друзья, все-таки это такой тип отношений, где довольно большой акцент делается на собственном ресурсе. Если в любви и в романтических отношениях, возможно, выезжать за счет кого-то, то в дружбе такие отношения, мягко говоря, не очень возможны. И мне кажется, что в прямом смысле, наверное, разработка вашего внутреннего ресурса, разработка ваших интересов, разработка ваших увлечений, разработка вас как ценностей, как личности, как чудо, которым вы являетесь, так же, как и любой человек. Это является задачей психотерапевта, но с этого нужно, чтобы вы начали, ну, как сказать, чтобы вот эта ситуация, в которой вы оказались, это ситуация кризиса, ситуация перепутия, ситуация перекрестка, чтобы она подолгнула вас к тому, что, ну, наверное, пора что-то менять. И пора начать инвестировать именно в себя, не в других, а в себя. И в первую очередь строить себя, создавать, изучать, исследовать себя, а не пытаться других построить под себя. Знаете, идеализация и последующая деидеализация – это не любовь. Любовь, она всегда от избытка, она всегда характеризуется изобилием. У вас это чувство надрывно, это чувство болезненно, это чувство, которое напоминает ставку. То есть, когда вы признаетесь, ну, признавались, а девочки, вот, это была своего рода ставка, как это бывает в ставках, например, на спорт или ставках в азартных играх, вот, где ты можешь выиграть, получить гораздо больше, а можешь проиграть и лишиться всего. Вот. Но любовь и вообще любая искренность этого всего лишена. И я не говорю, что то, что произошло, это плохо. Я думаю, что через это проходит каждый человек, и проходит через это вы. Это нормально, но ваша ситуация осложняется тем, что вы изначально вошли в эту ситуацию, уже будучи, мне кажется, в некотором деструктивном состоянии, в некоторых проблемах, в некоторых конфликтах внутренних, в некотором поиске, в некоторых метаниях, в некотором отходе, отстранении от самого себя, если когда-нибудь вы не были отстранены сами от себя. Но мне кажется, что тот факт, что вы способны на красивые, романтичные поступки, это здорово. Это говорит о том, что вы довольно-таки чувствительный человек, вы довольно-таки тонкая над натурой, и вполне вероятно, что творческая. И вам тем важнее поискать себя, найти себя, потому что это только один, это только одна форма выражения того, что есть у вас того прекрасного, теплого, невообразимого, глубокого света, который есть у вас. И мне думается, что именно для этого вам нужна помощь. Вы большой молодец, что обратились на наш сайт, вы большой молодец, что рассказали свою историю, но вы ее рассказали просто в никуда, в пустоту. Теперь вам нужно своими словами рассказать ее конкретному человеку, а именно тому специалисту, которого вы выберете для помощи себя. Начинайте этим заниматься, и я уверен, вы сможете стать счастливым. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что мой ответ поможет вам сформулировать обратную связь, которая подходит началом работы над собой. Желаю вам всего самого лучшего. ШУМ Нские МЕР МЕР